Благословенным подарком всем жителям Тулы и Тульской епархии стало освящение после восстановления капитального ремонта храма в честь святых апостолов Петра и Павла, совершенный митрополитом Тульским и Ефремовским Алексеем в последний день уходящего 2015 года. Мир вам православный Божий благословение с праздником обновления всего святого храма Великое освящение утверждает торжество победы Христовой над неправдой людской. С давних времен этот чин называют еще обновлением храма. Так как через древние молитвы и обряды церковные здания становятся святым, а потому совершенно иным и новым. При освящении трех престолов обновленного храма, центрального в честь апостолов Петра и Павла, левого в честь святого романа и страстотерпицы Анны и правого в честь мученика Иоанна Воина, митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексею сослужили архимандрит Лавр, благочинный церквей по Новомосковскому и Куркинскому кругам, протеерей Сергий Лизухин, благочинный церквей центрального благочения Тулы, городское духовенство и настоятель Петропавловского храма, протеерей Сергий Крючков. habrahимандрит Лавр, бягушка, апостолин торгят interruptения, ПЕСНЯ 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 которым посвящены еще здесь два предела, и благодарим всеблагое Божие смотрение за ту милость и благодать, которая выпала на счастливую нашу на земле христианскую человеческую долю после попрания сей святыни, но сохранение ее хотя бы и в руинном состоянии, но все-таки здесь для нас как передача от предшествовавших поколений, любивших Бога свидетельство этой любви и воспринявшей ее в ответственность нашего человеческого духа во время нашей земной с вами жизни и служения, прилагая усилия к тому, чтобы воссоздать ее и во внешнем, и во внутреннем благонетии, мы получили благодатный и святой опыт соработничества с Богом нашим во Святей Троице славимым и поклоняемым, и в нем соединение и соработничество со всеми людьми, всеми, кто вместе с нами, каждый в меру своих сил и способностей, молитвой ли, трудов ли своим, трудовой ли копейкою своей, принимал участие в этом общем добром деле. Искренне и сердечно обнимаю всех вас своим пастырским сердцем, благодарю за молитву, за усердные труды и поздравляю с наступающим Новым Годом, да принесет он всем нам благодатные дары Святой Живоначальной Троицы, которые любовью сердец наших будут восприняты внутрь и будут нам путеводными звездами на всех путях нашей с вами земной христианской жизни. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием всегда, ныне и пресно и вовеки веков. Христиане призваны для того, чтобы в своем сердце создавать храм Божий. Образец такого храма – это рукотворный храм с присутствием Бога. Любя рукотворный храм, мы помогаем создавать храм внутри своего сердца, чтобы в этом храме посевал сам Господь Бог. Благословение Господне на вас,